хорошо вот это было обязательно да перебивочка она необходимо перебивочка необходимо сказал егоров и перебил как я уже говорил в самом начале с радостью что сегодня у нас в гостях доктор гинсбург леонард гинсбург это действующий профессор семейной медицины специалист широкого профиля принимает он в мидвестерн институтов по адресу запишите пожалуйста 1247 норс-милоки авеню стоит прямо напротив практически 1247 норс-милоки sweet 100 гленвью и телефон запишите пожалуйста 847 827 3700 естественно по нашей традиции сереже несколько раз в течение второго часа вы кстати можете нам звонить ежели хотите и задавать доктору вопросы а ежели хотите просто послушать то мы будем задавать мы какую тему мы решили с вами а мы решили заранее с доктором обсудить несколько тем потому поскольку у нас есть время сегодня специального пригласил не без 15 начинаем на 43 минуты близится лето естественно близится лето и вы знаете что это был шкурный у меня вчера вопрос потому что вот посмотрите вот всякие вот такие у меня появляются чего раньше не было я понимаю что я уже конечно не юноша и появляются свет солнечный я его люблю я люблю загорать чреват ли излишнее пребывание или просто что нужно делать у кого-то анализы крови показывают недостаток витамина d кто-то по дилетантский думает что если солнце но каким-то образом восстанавливать особенно в нашем климате где полгода зима но насчет витамина д солнце его действительно останавливает восстанавливает витамин d вырабатывается при влиянии ультрафиолетовых лучей но тем не менее вопрос заключается в следующем а учитывая то что мы живем на среднем западе количество солнца которые мы получаем недостаточно это первое второе для того чтобы витамин d вырабатывается нужно быть не просто на солнце нужно еще на солнце потеть то есть если вы во флориде играете в волейбол на пляже два часа витамин d будет вырабатываться в нормальных количествах сидя в чикаго даже если вы на пляже читаете там газетку под грибочком витамин d вырабатываться не будет и поэтому его нужно пополнять в каких-то других другими способами да вот так вот а что касается опасности люди боятся рака кожи но это я думаю это правильная боязнь с точки зрения что опять же ультрафиолетовые лучи они изменяют структуру днк кожных клеток и со временем это накопительный процесс со временем могут происходить изменения кожи которые потенциально могут вызвать раковые заболевания поэтому рекомендация чтобы пациенты регулярно приходили к врачу или к общему врачу семейному врачу или потенциальных дерматологу для того чтобы иметь осмотр кожи и если ну посмотрите что это такое ну у вас это маленькая папилонка то есть она особых каких-то проблем не не имеет вам дать иншуранс? да на данный момент но тем не менее изменение кожи положим если она имеет разные цвета если она имеет нерегулярные границы если она имеет размер более 5 мм шутить с этим нельзя да то с этим шутить нельзя это нужно подойти к врачу чтобы он посмотрел это в принципе очень легко снимает скажите я слышал что людям что нужно вообще если ты хочешь загорать протекшн номер протекшн должен быть не менее 30 как минимум как минимум а я также а потом я прочитал что все это ужасно тоже вредно потому что то что мы втираем себя и на лицо и вообще на тело попадает наш организм а поскольку все это делается не органика если органические средства защиты органические средства защиты действительно есть вот но факт заключается в следующем что spf 30 предохраняет количество поглощаемых ультрафиолетовых лучей на 84 процента то есть 16 остается то есть spf 30 это минимум который рекомендуется spf 40 поглощает количество ультрафиолетовых лучей на 97 процентов то есть более 40 не имеет смысл пользоваться все чтобы 70 это выпущенные деньги то есть это чисто реклама для детей для детей рекомендуется без проблем для детей рекомендуется естественно более высокий номер 45 а для нормального взрослого человека молодого человека 30 вполне достаточно ну хорошо для нормального молодого человека ну как как мы все как мы все но серёжа постарше ладно тут будут уже запись идет уже люди вот ты получил свое доктор что у нас я человек дикий и дилетант в этом деле так и не понимаю нужно делать когда придет время прививки против гриппа али не нужно делать стращают нас по средствам массовой информации ну и врачи наверно тоже стращают стращать значит а прививка прививка от гриппа в рекомендуется естественно во время гриппового сезона который начинается с начала сентября и проходит где-то до февраля вот он рекомендуется для людей у которых есть повышенный риск получить грипп например для работников детских садиков для работников медицинских офисов госпиталей для людей которые работают в в тюрьмах то есть где потенциально есть большое количество собрания людей вот почему это рекомендуется потому что инфлуенза би это пандемическая инфлуенза она может вызвать серьезные последствия она может вызвать воспаление вирусное воспаление легких которые потенциально может закончиться фатальным исходом поэтому в нашей эре я как врач рекомендую получить прививку от инфлэнзы об хорошо по гарантии какие это работает вот на сто процентов нет она на сто процентов не работает потому что количество инфлэнса вирусов очень много вот поэтому делают заранее каждый сезон это новая какая-то модификация каждый сезон она меняется и инфлэнзу выращивают на учитывая вирусы которые были вирюлентными сезон до этого то есть с одной стороны это как бы немножко гемблинг то есть мы надеемся что она поможет тем не менее исследования показали что даже если вы были получили привиты прививку от вируса который не влияет в этом сезоне все равно вирулентность заболевания уменьшается если выпал если вы подхватили вирус на данный момент то есть все равно рекомендуется какие последствия для нашей иммунной системы но пагубных последствий никаких нету то есть есть очень редкие случаи когда вакцинация может вызвать автоиммунный синдром но это случается очень редко за 25 лет моей работы у меня есть один человек который вот имеем такой вот пагубные пагубные последствия от вакцины учитывая то что вакцинация происходит в районе тысяч человек в год за 20 лет очень много людей получила один кейс это не серьезно то есть вакцинация нужна кто за вакцинацией стоит государством или частной компанией ну вакцинация в этом это public health issues то есть вакцинация гриппа за этим естественно стоит стоит большие медицинские ассоциации если у ваших слушателей есть дети они наверное знают что когда они идут в школу в kindergarten или в high school есть определенные вакцины которые дети обязаны получить без этого они не могут пойти в школу то есть это вопрос национального здоровья сейчас вы знаете недавно сверебствует мизлс это кори более 22 штатах америки по моему все правильно это это считается сейчас пандемическая пандемия кори и она была вызвана детьми которые чьи родители их не вакцинировали а мы все советские дети вакцинируем мы получали это абсолютно вот так более жесткие строки давайте отойдем от вакцинации немножечко потому что у нас 10 минут всего я хочу спросить доктора о чем бы вы хотели что какой бы месседж вы хотели донести а потом мы снова вернемся к вопросам но я знаю чем-то пришли сюда мы тут с вами я с удовольствием с вами буду говорить на любые темы абсолютно вот но тем не менее я хотел напомнить вами вашим слушателям что я занимаюсь не только обыкновенной западной медициной я также употребляю альтернативную медицину мы широко используем моем офисе витаминотерапию как поверхностную витаминотерапию также как внутривенную то есть для улучшения общего состояния здоровья улучшение обмена питательных веществ потеря веса улучшение памяти и так далее то есть пожалуйста если кто-то заинтересован в этом они могут были позвонить или позвонить мой офис а я напомню телефон 847-827-3700 и это может быть использовано как дополнение к стандартному лечению которое они потенциально ваши слушатели могут получать у своих врачей то есть если они заинтересованы в витаминотерапии чисто как эстетическое лечение то есть улучшение кожи уменьшение морщин морщин забыл про русский а я тоже забыл я помню что нужно было про вакцинацию но у нас у нас этого нету поэтому мы про это еще делаете я вспомнил почему я стал говорить поговорить кстати это следующий вопрос почему я вспомнил про вакцинацию меня просили его сейчас напомнили диком люди уезжают в африку да и многие сейчас стало модно ехать кто на сафари и кто просто посмотреть и заставляют делать что-то они тоже прочитали что кто-то умер от этого что это такое что это за приличное михарадка я имею факты которые еще с моей команды были связаны очень строгая вакцинация перед поездкой в африку и все равно не удалось избежать малярии и все остальное а из-за малярии было да спасибо доктор давай послужим доктор и вот это очень важный вопрос безусловно вакцинация для людей которые едут в неразвитые или малоразвитые страны очень важно я вам скажу когда я с семьей ехал в азию мы были в во вьетнаме и мы были в камбодже я для своей жены и для себя я делал вакцинацию от тифа потому что это требовалось вот значит информацию по вакцинации можно получить ульга это раз сделал уже всю жизнь богатый от тифа это делается раз да вакцинация от малярии от желтой лихорадки то зависимости от того куда едет человек или он ездит в развитые районы страны или в неразвитые районы страны естественно если кто-то едет положим на филиппины и он не едет в манилу он едет куда-то на острова вакцинация желтой лихорадки требуется вся эта информация вообще и очень можно легко получить она находится на носите си веб-сайт вот и на state department это департамент штата вопрос заключался в том насколько это может быть опасно если не сделать ее то есть если сделать ее в руку извините пожалуйста если сделать ее человек ну понимаете все в медицине это риск риск или то же самое что то есть это весы которые на которые мы должны был с одной стороны положить на чашку мы должны получить положить количество риска на вторую количество бенефита то есть естественно если вы едете в неразвитые какие-то эре и у вас высокий риск получить желтую лихорадку литив или или любой любое другое заболевание имеет наверное смысл все-таки вакцинироваться тем не менее любая вакцина имеет себе определенный риск то есть можно она может вызвать локальную реакцию там где дается укол она может вызвать повышенную температуру она может вызвать какие-то автоиммунные синдромы но риск этих пагубных реакций настолько низкий что перевешивает перевешивает да то есть положительное положительное качество намного перевешивает отрицательное то есть не стоит рисковать поблагодарили это как говорится мы живем в свободной стране каждый должен решать так как он считает нужным но как и все остальное в медицине мы как врачи советуем базируясь на клинические исследования которые проводятся ежедневно ежемесячно ежегодно в этих сферах и мы даем свои самые лучшие советы связанные с клиническими исследованиями я хочу заметить что доктор не очень не только очень мало людей да я встречал многих докторов которые или категорически против альтернативной медицины или категорически за а вы американский врач который внедряет оба и комфортно себя чувствуете как вы к этому пришли ну я к этому пришел когда я был ребенком мне было 13 лет я страдал от мигрени вот и моя мама к я считаю у нее энергетические руки то есть там не мигрень снимала чисто положив как бы мои свои руки на мои на мой лоб и на виски в течение 20 минут у меня проходила боль вот и когда я уже закончил здесь медицинскую школу университет и медицинскую школу резидентуру я об этом задумался каким образом это происходит в 90 годах в девяносто шестом году я поехал калифорнию и в усилы я взял курс альтернативной медицины и иглоукалывания окупантуры который был специально курс для врачей и с того момента я практикую и иглоукалывание альтернативную медицину я ее по употребляю вместе с традиционной медициной я считаю что комбинация обоих дает мне возможность лучше помочь своему пациенту потому что естественно в некоторых случаях если нужна не дай бог операция или какое-то фармакологическое вмешательство я прежде всего нормальный стандартный американский врач вот в случаях когда состояние не критическое и есть выборы альтернативной медицины или стандартной традиционной медицины американской я это предлагаю пациентам и мы решаем что почему бы и нет абсолютно вас наверное не любят очень фармакологи ну фармакологи определенно они меня может быть не любят но тем не менее человек помогает не давая им заработать есть большая индустрия фармаковитаминов есть большая да есть за них мы можем не волноваться все нормально мы все имеем возможность хорошо жить в обеде какую еще тему вы мне напомнили я сказал что говорит уже забыло что-то со мной происходит что с памятью делать подходит память с памятью это как уже сегодня сидит здесь человек я не знаю я не помню да но это с памятью значит две вещи рекомендации первая рекомендация которая была в последние если в прошлые 15-20 лет это нужно тренировать память используя игры типа как кроссворды или судоку для того чтобы память развивалась нужно отметить что полтора года назад вышло огромное медицинское исследование которое которое сказала что вот эти вот игры для тренировки памяти они имеют минимальное улучшение памяти и что для этого нужно для того чтобы действительно улучшать память это физическая нагрузка как минимум 30 минут физической нагрузки пять дней в неделю то есть два с половиной часа в неделю заниматься exercise бегать плавать а робика это лучше всего способствует чем больше занимаешься тем больше помнишь чем больше занимаешься поэтому ты не можешь и меньше теряешь то есть это десайн раннего альцхаймера это не обязательно ранее альцхаймер просто мы настолько заняты в в нашей среде что короче я показал болезнь паркинсона короткая память не не так хорошо откладываться еще один трюк для для памяти если вы хотите что-то запомнить слушать 5 раз повторить вот если вы с кем-то встретились положено с человеком и вот вы его не помните ментально нужно пять раз это повторить или это имя человека повторить вслух то есть сказать там здравствуйте господин джонсон очень приятно с вами познакомиться кстати господин джонсон как ваша жена поживает если вы пять раз это повторить и на шестой назовете господином с карапетянам я уже слушаем время с ним прилетает легко а можете вы прийти двенадцатого мая с удовольствием да я я я тоже приду сюда двенадцатого мая только мы же пропущу следующую передачу и мы с доктором ребята придем к вам и продолжим потому что с вами очень хорошо летит мне было очень приятно с вами и мне даже готовиться не надо будет понимаете я скажу что надо было искать другое место чтобы вот то что я памяти тренировать надо просто здесь работать это будет замечательно мы постоянно говорим на эту тему я только кто-то люди жалуются что иногда пропадает звук видимость ладно ладно спасибо большое спасибо спасибо